Здравствуйте! Вы смотрите сетевое вещание вечерней Москвы. Это рубрика «Спросите доктора». Я Бережанский Павел, кандидат медицинских наук, врач-педиатр, аллерголог-иммунолог. И сегодня мы с вами поговорим на тему «Правила ухода за детьми до года». Как подготовиться к появлению малыша в доме? Появление в семье нового члена семьи малыша всегда связано с какими-то проблемами, переживаниями со стороны мамы, со стороны папы. Поэтому первое правило, как мы ждем ребенка из роддома, мы должны подготовиться психологически. Потому что ребенок будет требовать на себя больше внимания, ребенок будет забирать личное время, и, конечно же, ребенок будет приносить еще большое количество радости и радостных минут родителям. Поэтому психологически надо быть готовым, что первое время ребенок будет на первом месте у мамы и у папы. Что необходимо подготовить к появлению новорожденного? Когда папа забирает ребенка с мамой радостно из больницы, он привозит его к себе в квартиру, в комнату. И в комнате должна быть подготовлена заранее. В комнате должно находиться все необходимое для ухода за ребенком. Первое, что должно быть, это, конечно же, кроватка. Если мы акцентируем внимание на то, что хотим первое время, чтобы ребенок находился в люльке, надо понимать, что через месяц-полтора эта люлька станет маленькой, и ребенку понадобится большая кровать. Поэтому изначально вы можете сразу выбрать себе кровать до года, до полутора, где будет находиться ребенок. Какие должны быть основные моменты, на что надо обратить внимание при установке и выборе кровати? Во-первых, это то, что кровать должна фиксироваться, колеса должны фиксироваться, она не должна отъезжать. Первые месяцы ребенок спит спокойно, не шевелится, но когда он начинает уже вставать, начинает активно ползать, он встает к кровати, начинает ее трясти. Если кровать не будет зафиксирована, она может по комнате уезжать куда-то. Это первое правило. Второе, обязательно, чтобы был опускающийся бортик. Наличие опускающего бортика позволяет легче родителям ухаживать за ребенком, легче ребенка пеленать и легче ребенка класть и укачивать ко сну. Следующее правило, очень важное для кроватки, это наличие матраса. Матрас должен быть до 5 сантиметров, и он должен быть жесткий. На матрасе не должно быть никаких изгибов. Так как ребенок у нас рождается, у него физиологически нет изгибов позвоночника. И по мере того, как ребенок растет, он сначала начинает поднимать голову. У него формируется шейный изгиб позвоночника. Потом ребенок начинает садиться, формируется поясничный отдел и так далее. Поэтому матрас должен быть идеально ровный. Искусственно мы не должны формировать никакие изгибы в позвоночнике. На матрасе не должно находиться никаких подушек. Это важное правило. Никаких пылесборников, мягких игрушек и большого количества текстильного украшения. Потому что эти текстильные украшения, они понятно, что красивые, но они на себе собирают огромное количество пыли. Что является негативным фактором для развития, во-первых, и бактериальных заболеваний, и вирусных заболеваний, и аллергических заболеваний в будущем у детей. Поэтому минимум мягких игрушек, минимум текстиля и никаких подушек. Особенно перьевых. Еще очень важно обратить внимание на расположение кровати. Кровать ребенка должна располагаться у дальней стены от двери. Это раз. Во-вторых, должна быть хорошая в комнате вентиляция. В-третьих, не должно быть выраженных сквозняков и не должно быть двери около кровати. Потому что резкие звуки будут ребенка, во-первых, будить. Во-вторых, негативно будут сказываться как раз на психологическом и эмоциональном развитии ребенка. Очень важно в комнате поддерживать адекватную температуру и влажность. Влажность должна быть на уровне 50-70%. Средняя до 55% это идеальная влажность в комнате. Так как мы понимаем, что когда ребенок спит, он дышит воздухом, который есть вокруг. Если воздух слишком сухой, слизистые ребенка быстро пересыхают. Пересыхает и носоглотка. А это приводит к чему? Приводит к тому, что может развиваться кандидоз. Легче цепляется вирусная инфекция. Организм начинает защищаться. Когда пересыхает слизистая, он вырабатывает слизь. Эта слизь в большом количестве начинает закупоривать нос. И появляются такие проявления, наверное, легкого насморка. Что не позволяет ребенку адекватно и правильно дышать. А до 6 месяцев у детей есть своя физиологическая особенность. У них по сравнению с ртовой полостью слишком большой язык. И он отталкивает надгортанник назад. И ребенок не может дышать ртом. Поэтому за влажностью следим обязательно. Следующее важное правило – это, конечно, адекватная температура. Адекватная температура в комнате, где находится новорожденный малыш, и вообще ребенок даже до года – это 21, максимум 22 градуса. В этом случае хочется сказать, что если есть в комнате теплые полы, до приезда ребенка их отключаем. Потому что теплые полы очень сильно сушат воздух. Температура нужна ребенку правильно для того, чтобы он правильно развивался, чтобы у него правильно происходил теплообмен. Так как ребенок маленький, у него терморегуляция нестабильная и неравновешенная, так сказать. И ребенок теряет тепло как? Он теряет, во-первых, с дыханием – это раз, а второе – через кожу. Если будет слишком высокая температура, теплоотдача отходить не будет. Правила термодинамики никто не отменял, что тепло у нас отдается от горячего тела к холодному. Поэтому температура должна быть, как уже сказал, около 21 градуса. Очень часто при украшении кровати родители используют различные веревочки, ленточки. Часто бывает, что ребенка первые два месяца, например, крестили и вешают крестик. Во-первых, крестик не должен находиться в кроватке ребенка, потому что он может потянуться ручкой, например, после полутора месяцев может схватить. Это может попасть и в верхние дыхательные пути – это раз. Во-вторых, все длинное, все, что связано с веревочками, ленточками и бусиками, мы убираем с кровати. И также на ребенка, на самого никогда не надеваем крестик, именно когда ребенок спит. Потому что это может в какие-то моменты затруднять ему и сон, и вообще дыхание. Можно ли использовать памперсы с самого рождения? Памперсы – это у нас фирменное название. Все, что мы используем для детей, это называется у нас подгузники. Действительно, мне кажется, это хорошее изобретение человечества. Смело можно использовать его в уходах за детьми. Есть несколько правил. Во-первых, если у мамы и у папы есть аллергия, то мы выбираем памперсы без различных добавок. Сейчас мы знаем, что есть у нас подгузники с добавкой ромашки, алоэ и других трав. Их убираем из использования. А второе, памперс или подгузник, он должен быть адекватно подобран под рост и вес ребенка. Ориентируемся не на возраст, ориентируемся всегда на вес. И в зависимости от веса мы как раз выбираем. Если памперс будет слишком тугой, он будет передавливать кожу. Там, где передавливается, обильно идет потоотделение, кожа будет раздражаться. Это будет раздражать, конечно же, ребенка. И еще, конечно, важное правило, что если ребенок, например, заболевает, или у ребенка мы намерили температуру выше 37,5, в эти моменты мы не пользуемся памперсами. Потому что они закрывают большой объем площади. А мы понимаем, что теплоотдача идет вообще через кожу в основном у ребенка и через дыхание. Поэтому вот эти вот три правила для себя запомнить, а так смело можно пользоваться, это хорошее изобретение человечества. Нужно ли пеленать ребенка? Мы помним тех, кто родился, наверное, в Советском Союзе, что детей обязательно пеленали, и пеленали довольно-таки сильно, что ребенок не мог даже пошевелиться. Сейчас, наверное, с 2003 года уже идет правило, что ребенок должен находиться в свободном общении с окружающей средой. Свободное пеленание. То есть уже, например, на протяжении 20 лет мы по правилам детей не пеленаем. На ребенка надеваем правильную, подбираем правильную ему одежду. То есть одежда должна быть с манжетами обязательно, чтобы она не затягивалась. Если мы надеваем, например, не ползунки, а какие-то штанишки, у них должны обязательно быть хлястики, чтобы они перетягивали ногу, и они не поднимались вверх. Потому что у детей очень чувствительная кожа, и если, например, одежда где-то смялась, поднялась наверх, она начинает кожу передавливать. Кожа мягкая, очень быстро возникает раздражение, различные мацарации. Если мы говорим по поводу пеленания. Действительно, чтобы облегчить, наверное, маминой на какое-то время выделить, чтобы облегчить момент засыпания, перед засыпанием можно ребенка слегка запеленать, чтобы было меньше шевеления. Потому что до месяца, мы знаем, что дети спят, им особо сны не снятся. Но ближе к месяцу ребенок уже начинает видеть сны. И мы точно знаем и замечаем, что когда ребенок, например, ест, или ребенок перед сном, он начинает вздрагивать. А вот эти вот вздрагивания будят ребенка, и он может долго не засыпать. Они начинают раздражать эти вздрагивания и самого ребенка, и маму. Поэтому в этот момент можно запеленать, можно запеленать только ручки. То есть положили, руки прижали к животику, и с двух сторон вот так пеленкой накрыли, чтобы он не вздрагивал руками. Как правильно ухаживать за кожей глазами, ушами и ногтями новорожденного? Правила ухода за детьми должны быть, наверное, такими. Первое. Если мы говорим о ногтях, о коже, обязательно ребенку с рождения постригаем ноготочки. Постригаем только безопасными ножницами с ограничителем раз. И чтобы было легче, конечно же, постригаем во сне. Когда дети спят, ручки у них расслаблены, они не будут дергать, и можно спокойно постричь ногти и на руках, и на ногах. И не стоит этого бояться и ждать месяца, когда в месяц вы придете к педиатру, и спросите, можно ли постригать ногти. Обязательно постригаем. Это первое. Во-вторых, если мы говорим вообще о коже в целом. Кожа тоненькая, очень много сосудов, она не развита по слоям еще, и дети процентов 15 дышат вообще через кожу. У них так называемое кожное дыхание. В связи с этим не используйте ни в коем случае масла, жирные крема, если нет показаний. Если мы используем после каждого купания, мажем кремом, замазываем маслом, это масло закупоривает поры, и потом мы видим такие клинические проявления, как покраснение, какие-то воспалительные элементы, потому что поры закупорены, и ребенок не может, во-первых, дышать, а во-вторых, не выделяется как раз вот секрет, который должен выходить. И показания, единственные для использования, это какие-то изменения на коже. Воспаление, раздражение, в складочках, может быть, в местах, где памперс, например, прислонялся к коже или к животу, в этих местах можно. Единственный момент, если есть какие-то изменения в области пупочной ранки, в этом случае при любых изменениях всегда обращайтесь к врачу. Если мы говорим о уходе за ухо-горло-нос, так называемым, обязательно носик детям чистим с рождения. У детей носовые ходы, как уже говорили, они маленькие, тоненькие, и дети могут дышать только через нос. Прочищать мы должны обязательно только турундочками. То есть взяли марлю, бинтик, смотали небольшой жгутик, его смочили, например, в физрастворе, чтобы он был влажный, и прочистили нос. Ватные палочки не используем, потому что часто бывает, когда чуть поглубже засунут, вот этот вот ватный наконечник остается в носу и бегут к врачу его вытаскивать. Если используете ватные палочки, сейчас есть защищенные специально для детей с ограничителями, чтобы глубоко не походили, но проще использовать на инотурунды. Если у ребенка есть какие-то выделения из носа, используем простые спринцовку или грушу. Стараемся не использовать соплеотсосы, которые электрические или вот ручные, которые помогают больше слизи выкачать оттуда, потому что соплеотсосы, они создают отрицательное давление, слизистая отекает, особенно родители же стараются максимально высосать все, что есть у детей в носу, а это создает очень сильное отрицательное давление, слизистая вся становится отечной, это приводит к тому, что и насморк, и воспаление затягиваются еще примерно на неделю. А мы знаем, что даже вот банальный насморк, он проходит неделю с лечением, семь дней без лечения, и эта народная мудрость никуда не девается. Если мы используем соплеотсос, то насморк затягивается до двух недель и больше. Уши у детей мы прочищаем только снаружи, опять же марлей, бинтиком, никакими палочками в слуховые проходы не залазим. Если говорить о глазах, очень часто бывает у детей выделение из глаз. Может быть это проявление докриоцистита, может быть просто незначительные закупорки носослезного канала. В этом случае обязательно, если мы протираем, мы можем протирать слабым раствором фуруцелина, раствором ромашки или просто физраствором. Каждый глаз протираем своим спонжиком или своей турундочкой сделали, от наружного угла к внутреннему, это раз. И перед протиранием можно сделать массаж носослезного канала. Вот правила, мне кажется, везде есть, доступные, как вы проводите. Какой режим кормления необходимо соблюдать? В настоящее время все специалисты придерживаются такого правила, что ребенок питается до двух месяцев по требованию, когда ребенок голодный. И примерно эти требования заключаются в каких цифрах? Примерно 8-10 раз ребенок ест в день. Если мы 24 часа разделим на 10 раз, примерно каждые 2-2,5 часа ребенка надо кормить. Но здесь опять же есть несколько особенностей. Если ребенок на грудном скорлеване, примерно такие цифры получаются. Если ребенок на искусственном скорлеване, то эти промежутки могут быть немножко дольше по времени. То есть 3-3,5, даже до 4 часов уже с самого рождения. Потому что смесь все равно, она более густая, смесь немножко легче ее есть. Как у нас получается с грудным скорлеванием? Когда ребенок ест, ему надо еще постараться это молоко добыть. Молоко бывает у нас переднее, заднее, оно очень разное по составу. Ему надо добыть. Переднее молоко содержит углеводы одни, которые быстро воде насыщают. Но чтобы добыть именно защитные факторы, белок, строительный материал для организма, это надо съесть заднее молоко. И это надо очень постараться, потому что замечаем, что дети же даже устают во время кормления, им надо передохнуть, там 30 секунд, минуту, и дальше начать есть. А если мы едим из бутылочки, все проще. Небольшие усилия, и еда сама течет. Поэтому дети быстрее насыщаются, быстрее съедают, То есть степень насыщения происходит быстрее, больше съедает объем, поэтому дети чуть дольше спят. После двух месяцев обычно режим у детей стабилизируется. Дети едят около 5-6 раз в день, и это у нас где-то до 5-6 месяцев. Появляется, как уже сказали, ночной сон, появляются дневные перерывы, появляются перерывы, когда ребенок бодрствует, ему уже надо пообщаться с родителями, пообщаться с родственниками. Это вот важно. Очень важно здесь сказать, что если ребенку стукнуло 4 месяца, желательно при корме начинать как раз водить с 4 до 6 месяцев. Так самое, так называемое, окно толерантности. Если мы максимальное количество продуктов ребенку дадим попробовать в этот период, то в будущем шанс развития аллергии у нас снизится в 2-3 раза. Это очень важно. Если ребенок худенький-маленький, мы даем каше. Это раз. Если у ребенка есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, запоры, обильное газообразование, вот эти колики, которые беспокоят, тогда мы стараемся вводить овощи, потому что клетчатка помогает наладить работу кишечника. Если ребенок активный, беспокойный, и он еще не наладил свой ночной сон, значит, мы тоже стараемся вводить, например, каши. Вечернее время, не в утреннее, чтобы ребенок чуть-чуть подольше поспал. И вот много маленьких нюансов, и все очень индивидуально, потому что каждый ребенок индивидуальный, под какое-то одно общее большое правило детей не подвести. С 6 месяцев обычно уже большое количество прикормов ребенку введены. И ребенок ест примерно 5 раз в день. Может быть, еще добавляться одно такое дополнительное кормление в виде кисломолочных продуктов. И к году, по-хорошему, ребенок должен также есть 5 раз в день с небольшим таким полдником, и он уже должен перейти на хорошее взрослое общее стол. Как бороться с коликами? Колики – это у нас проявление незрелости желудно-кишечного тракта. То есть, получается, у ребенка желудок работает медленнее, кишечник не переваривает, работает медленно, и не успевает всасывать все вещества, которые ребенок, по сути, съел. Вот грудное молоко. И по коликам есть такая статистика, что, во-первых, коликами чаще страдают первые дети. Если в семье есть несколько детей, то все часто скажут, что первый-второй ребенок сильнее страдал от коликов, не спали, переживали. Это раз. Во-вторых, по статистике, примерно у нас 70% детей имеют как раз проявление коликов и выраженное. Это раз. Но еще же по статистике примерно 80% колик проходит к 3 месяцам. Это вот очень важно. Конечно, это очень беспокоит, когда ребенок поест и не спит. Здесь надо сделать, наверное, два таких основных акцента. Первое. Если ребенок очень беспокойный, после еды у него есть беспокойство, ребенок не может заснуть, поджимает ножки, следует обратиться к врачу-педиатру. Возможно, проявление колик вызвано лактазно недостаточно, не хватает ферментов для переваривания. Тогда в питание придется добавлять. Если у ребенка колики проходят через минут 10-15 после еды и нет яркой выраженности, он засыпает спокойно, не просыпается от них, то, наверное, справляться можно простыми народными методами и способами. Во-первых, после еды ребенка мы всегда держим вертикально, чтобы воздух, который во время кормления попал, он вышел. Это раз. Второе, что ребенок, когда чуть-чуть становится постарше, мы кладем его уже перед кормлением на живот, чтобы заработали мышцы пресса, чтобы заработал кишечник, потому что это давление будет оказывать как раз на кишечник такое действие. Это второе правило. Третье правило, это если ребенок на искусственном скармливании, обязательно добавляем допаивание водой во время искусственного скармливания. При грудном скармливании никакого допаивания ребенку не показано. И четвертое правило, у нас есть, конечно же, препараты, которые разрешены для борьбы как раз с коликами. Первое, это большая группа препаратов с фенхелем. В народе это называется укропная водичка, фенхель, по сути. И второе, это большая группа препаратов с симитиконом. Их огромное количество фирменных названий, которые можно использовать, но обязательно читайте дозировку на упаковке, как давать этот препарат. Когда начинать давать витамин D? Когда ребенок рождается, первые 2-3 недели мы привыкаем с ним к новой окружающей среде. Никакие дополнительные травки, добавки, биологически активные вещества не даем, не купаем ребенка в каких-то травках. С 21 дня мы должны давать ребенку витамин D в профилактической дозе. Профилактическая доза это от 500 до 1000 международных единиц. Даем один раз в день. Вне зависимости от времени года, вне зависимости от наличия у ребенка вакцинации, или есть вакцинация, или нет вакцинации, вне зависимости от того, что поехали на море, не поехали, обязательно даем. Потому что через инсоляцию ребенок может получить витамин D. Но учитывая, что ребенок постоянно одет в какой-то одежде, обычно на солнышке у него торчит только мордашка, витамина D будет недостаточно через солнышко. Поэтому, если мы, например, гуляем с ребенком на балконе, такое тоже очень часто бывает, особенно в зимний или весенний, когда плохая погода, дождь, неохота выходить. В эти моменты обязательно тоже даем витамин D, потому что через стекло, через балкон у нас витамин D не проходит через стекло. Когда и как пользоваться пустышками? Если говорить про пустышки. Пустышки – это тоже хорошее изобретение человечества. Я считаю, что ими надо пользоваться, но пользоваться надо адекватно. Во-первых, пустышка должна быть подобрана четко под возраст ребенка. Не должно быть так, что ребенок в 6 месяцев пользуется пустышкой для одного месяца. Мы понимаем, что около 5-6 месяцев начинают прорезаться первые зубы, и неправильно подобранная пустышка приведет к тому, что у ребенка будет неправильный прикус. Это раз. Очень важное правило – взрослому не облизывать пустышку перед тем, как дать ребенку ее в рот. Это очень часто заметно и на детских площадках, и в больнице, даже когда в коридоре стоят, упала пустышка, облизали, дали ребенку. Такого быть не должно, потому что у взрослых в носоглотке своя флора, и если мы это делаем, вот свою условно даже патогенную флору, которую набрали в течение всей своей жизни, мы сразу ребенку передаем. И еще есть одно важное правило – если ребенок на грудном скармливании и не хватает молока, бывают такие лактационные кризы у мамы, то в этот период пустышками мы тоже не пользуемся. Максимально пустышкой пользуемся на месяц больше, по правилам, чем кормим грудью. Вот это как бы основное такое правило. Примерно около года полутора с пустышкой надо завязывать, потому что если ребенок старше года полутора пользуется пустышкой, в 3-4 года такие дети тоже есть, мы у них видим колоссальную проблему, во-первых, с засыпанием, это раз, а во-вторых, с прикусом. Как правильно одевать ребенка? Очень частый вопрос как раз по поводу того, что как правильно одет ребенка. Здесь надо сказать несколько моментов. Если ребенок у нас находится дома, ребенок у нас до года, мы ребенка одеваем на одну одежку больше, чем взрослый. То есть ребенок у нас одет, например, в распашонку, и еще мы накрываем, например, его одеялом, если он спит. Если мы выходим на улицу, в летнее время ребенок должен также быть одет на одну одежку больше, чем взрослый. Если говорим про зимнее время, в зимнее время на две одежки. То есть два слоя одежды больше, чем у взрослого. Потому что ребенок еще у нас находится в коляске. В коляске мы обычно закрываем еще одеялом, еще есть застежка для коляски. Если его слишком тепло одевать, ребенок быстро будет перегреваться. Когда вы приходите с улицы и достаете ребенка из коляски, если ребенок теплый сильно, если ребенок влажный, если ребенок красный, значит, вы слишком много одежды на него одели. В следующий раз надо надевать на одну одежку меньше. Сколько нужно гулять с ребенком? Ну, вообще, правило прогулки не запрещает, по чистоте нету каких-то показаний. Но если вы находитесь где-то за городом, то, мне кажется, единственный момент, когда надо заходить домой, это только поесть. То есть накормили ребенка, и все остальное время пускай он проводит на свежем воздухе. Во-первых, на свежем воздухе у нас ребенок отдыхает, лучше спит. Это раз. Во-вторых, если ребенок не находится в помещении, шансов заболеть у него в разы меньше. На свежем воздухе мы заболеваем меньше. Потому что все инфекции, даже если взрослые ходят на работу, они все приносят домой. И в закрытом пространстве это сохраняется на несколько часов больше. Если мы говорим, например, о зимнем периоде, когда родился ребенок, очень часто бывает, что родители делятся на два лагеря. Те, которые мы точно пойдем гулять, и второй лагерь, который мы только погуляем на балконе. Понятно, что если температура низкая, если сильный ветер, если дождь, плохая погода, можно погулять, конечно, на балконе. Но если мы хотим выйти на улицу, это не должно превращаться в какой-то героический подвиг со стороны мамы. Если живет там в девятиэтажке, коляска не влазит в лифт, это надо спускать все вручную. То есть пока мама соберется, пока соберет ребенка, это будет потрачено огромное количество нервов, времени. В этом случае можно погулять. А так, мне кажется, самое оптимальное – минимум гулять по два часа, два раза в день. И это хорошо будет и маме. Она уйдет от каких-то рутинных домашних дел. Это будет хорошо и ребенку. Как правильно купать ребенка? Когда мы ребенка забрали из роддома, обычно это происходит на третий-четвертый день. Купать можно, начиная со следующего дня. Процедура купания, она должна быть запланирована. Потому что всегда нужно в помощь, что было и мама, и папа, или мама, и бабушка. Бабушка и дедушка – два человека. Потому что купание ребенка – это такой длительный процесс и сложный. Во-первых, нужно правильно подготовить помещение, где купаться. Первое, что ребенка до двух-трех месяцев мы не купаем в общей ванне. Ребенок, когда приезжает из роддома, во-первых, у него еще остается пупочная ранка. Когда отпадает пуповина, остается ранка, она открыта. Легко можно подцепить какую-то инфекцию. Это раз. Во-вторых, у ребенка, как уже сказал, тонкая кожа. И вот через эту тонкую кожу также может легко попасть инфекция. И в-третьих, все равно, когда ребенок купается, какое-то количество воды он заглатывает. Поэтому для ребенка должна быть своя ванночка. До трех месяцев точно. Когда мы подготавливаем помещение? Во-первых, во время купания всегда должна быть открыта дверь. Потому что, когда мы ребенка купаем, если мы его резко будем выносить из ванны в другую комнату, будет резкий перепад температуры. Если дверь открыта, температура будет примерно выдерживаться одна и в ванне, и в коридоре. Это не будет стресса как раз для нервной системы. Очень важно подготовить место для купания. И желательно как-то поставить в ванну стулья, не знаю, на какой-то постамент поставить ванночку. Потому что согнувшись в три погибели, купать ребенка долго не будешь. По купанию примерно первый месяц мы купаем по 15 минут. Дальше увеличится купание до 30 минут. Дети бывают абсолютно разные. Кто-то любит очень купаться, кто-то нет. И надо психологически быть к этому готовым. Потому что кто-то во время купания начинает кричать, переживать. Как проходит вообще процедура? Ребенка подготовили в комнате, завернули, например, в полотенце. Принесли его в ванную комнату. Кто-то из родителей его взял. Ребенок до месяца остается или в распашонке, или на дно ванночки мы стелим пеленку. Чтобы она не скользила, чтобы ребенок не выскользил. Это вот очень важный момент. Температура воды должна быть около 36,6-37 градусов. Как проверяем? Конечно, сейчас есть большое количество разных термометров, плавающих термометров, водяных, наклеивающихся. Можно пользоваться ими. По старинке все проверяют, опускают локоть в ванну. Если вы опустили локоть и не чувствуете ни холода, ни тепла, значит температура адекватная как раз для ребенка. Опускаем ребенка, опускаем, начиная с ножек, берем и опускаем. Остается только голова над водой. И аккуратненько просто в воде его держим. Здесь есть тоже несколько правил. Первое, что обязательно во время купания протираем все складочки, потому что у детей неразвиты потовые и сальные железы. В складочках они очень часто выделяют свой секрет. И если их не промывать, будет образовываться мацерация и раздражение кожи. Это раз. Второе, не используем круг для шеи, для детей. Ну, многие родители, наверное, ими пользуются, потому что эти круги, они уже запрещены во многих странах мира. И мне кажется, у нас, наверное, тоже сейчас все о них знают, что надо их запрещать. Как получается, ребенок находится в кругу. Он плавает. Вроде бы очень удобно. Но когда ребенок начинает ножками отталкиваться, он с этим кругом поднимается чуть-чуть над водой и опять плюхается в воду. И здесь получается, что он шеей вытягивается, и у него создается давление на шею и на шейный отдел позвоночника. И потом это будет большое количество проблем и разборов с врачом-неврологом, если будете долго постоянно купаться в этом кругу. В воду не добавляем никаких травок, отваров и так далее. Очень часто мы видим, что добавляют ромашку, добавляют череду. Все это делается с благими намерениями. Но понятно, что хотят сделать как лучше, но получается, что если мы сделали слишком сильно отварно при очереде, ребенок получает ожог. То же самое даже с банальной ромашкой. Это раз. Во-вторых, он может эту воду заглотить, и это может вызвать какую-то аллергическую реакцию. Но когда ребенок купается, очень часто добавляют еще и морскую соль. Здесь надо сказать, во-первых, опять же, есть несколько правил. Во-первых, ребенку эта соль совершенно не нужна. Ее добавляют родители для своего успокоения. Во-вторых, морская соль очень часто содержит большое количество ароматизаторов и дополнительных добавок, которые могут, во-первых, через маленькую, тонкую, чувствительную кожу всосаться ребенку раз. Во-вторых, как уже сказали, ребенок все равно во время любого купания будет какое-то количество воды заглатывать. А по себе взрослый сами знает, что заглотить соленую воду не так уж и приятно. Поэтому ребенку это тоже неприятно, ему это не надо. Когда ребенка мы достаем из ванночки, один из родителей встречает с открытым полотенцем, кладет в это полотенце, и мы обязательно ребенка промакиваем. Ни в коем случае его не протираем, потому что кожа, как уже сказал, тоненькая, нежная, можно в любой момент нанести какую-то травму для кожного покрова. И спокойненько переносим его в комнату. Здесь есть несколько правил, когда купать по времени. Минимум надо купать один раз в день, можно купать два раза в день. И купания должны быть абсолютно разные. Если мы купаем в вечернее время, мы понимаем, что это подготовка ко сну. Купание должно быть спокойное. Может быть, там спокойно журчать вода, не должно быть никаких активностей, не надо ребенка подвигать край ванны, чтобы он отталкивался, и как лягушонок, например, плавал. Все должно проходить спокойно. После этого ребенок, конечно же, будет спать в несколько раз дольше и спокойней. Если мы купаем в утреннее время, это, наоборот, должно быть такой вот заряд энергии на целый день. Ребенка подносим. Можем переворачивать из живота на спинку. Обязательно подносим его к краю ванны, чтобы он отталкивался ногами. Если не получается поднести, подставляем руку, и ребенок начинает отталкиваться. Мы можем потянуть его за одну ручку, за вторую. Это как мини-аквагимнастика для ребенка. Это в первой половине дня, если мы не собираемся с ним ложиться спать. Должен ли ребенок спать в тишине? Ребенок должен спать всегда в своей кроватке. До года эта кроватка может находиться до полутора, наверное, в комнате с родителями. Желательно после полутора лет эта кроватка должна переезжать в детское помещение. Это раз. Во-вторых, дети до одного месяца, если мы говорим о новорожденных, у них есть свои физиологические особенности, но по сути эти особенности являются как раз защитными факторами. Дети слышат только высокие частоты. Поэтому, например, голос мамы для ребенка в разы ближе, чем голос папы. Это раз. Потому что у папы более грубый голос, ребенок не услышит. Во-вторых, вот эта вот защитность, что только высокие частоты, и ребенок остальное не слышит. И это помогает его защищаться как раз от стука дверей, от каких-то хлопков, от салютов, если ребенок родился под Новый год. Он спокойно спит под любой шум. Но где-то после месяца-полутора этот защитный механизм начинает уходить. И ребенок уже начинает слышать. Начинает слышать стуки, хлопки, начинает на них реагировать. И вот в этот момент, конечно, ребенок должен спать в тишине. Здесь очень важно, чтобы, во-первых, если ребенок спит в тишине, и спит дольше, это большой плюс для родителей, для мамы, что они могут уделить время себе. Обычно засыпание у детей происходит как? Во время кормления ребенок потихонечку засыпает. После этого родители немножко на руках его покачали и кладут в кроватку. Очень важное правило. Если ребенок поел, чуть-чуть подержали его на руке, максимально приподняв головную часть, чтобы воздух чуть-чуть отошел. Это раз. Во-вторых, когда кладем ребенка в кровать, мы стараемся положить его на спину. Это единственное правильное положение, как ребенка класть. Если ребенок сам перевернулся чуть-чуть на бочок, то мы его оставляем. Но ребенок должен спать на спине. Ни в коем случае ребенка до трех месяцев не кладем на живот. Особенно после кормления. Очень важный момент с укачиванием. Очень часто мы видим, когда родители кладут ребенка и начинают качать кроватку. Когда ребенок не засыпает, его что-то беспокоит, кроватку начинает качать сильнее. Иногда видим родителей, кто гуляет на улице, они прямо сильно вот так вот раскачивают коляску, и ребенок уже не засыпает. Он к этому привыкает. Ну, как будто бы в коляске растят Гагарина, Терешкова. И очень сложно от этого привыкнуть. К укачиванию привыкают дети примерно за 2-3 недели, что их постоянно укачивают. А отвыкают около 3-4 месяцев. Поэтому лучше изначально к этому не привыкать. Это была рубрика «Спросите доктора». Я Бережанский Павел, врач-педиатр, аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук. Сегодня мы говорили о правилах ухода за детьми до года. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях к этому видео, я обязательно на них отвечу. Всего вам доброго, будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова